По итогам 9 месяцев несовершеннолетними и с их участиями совершено 24 преступления, на 2 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном это кражи, тяжких нет. 5 преступлений – дело рук жителей соседних муниципалитетов. В полиции говорят, что большинство совершают проступки из-за нехватки денег или других проблем в семье. Кроме того, безответственность подростков накладывается на безнадзорность. Я считаю, что служила – это также отсутствие должного контроля со стороны законопроцентра. Зачастую дети, родители не знают, как общение детей, с кем они общаются, чем они занимаются в современной учебе. Держать ситуацию под контролем помогает закон 1539. С января по сентябрь в ходе 455 рейдов в городе и сельских округах выявили 528 подростков, которые находились на улице без сопровождения позднее 22 часов. Это на 155 больше, чем на эту же дату в минувшем году. Людмила Мурашова призвала каждого из находящихся в зале не проходить мимо детей, которые находятся на улице в позднее время, целиком полагаясь на полицейских и казаков. Мы не должны проходить с ним. Мы должны взять его, подойти к нему, спросить, и что ли не за руку довести до дома, если он задерживается. А вы сегодня имеете право все абсолютно сидящие в зале еще и отработать с этой с ним. Как минимум познакомиться и потом ее вынести там на совет общественности, пусть это не главное, и сказать, давайте посмотрим там все. Разобраться с этим. Около 50 детей и подростков стоят на внутришкольном учете. Людмила Мурашова поручила разработать персональные планы по работе с каждым из них во время осенних каникул. В территориальном общественном самоуправлении считают, что в подобных случаях помогает участие в спортивных и других массовых мероприятиях. Заместитель главы подчеркнула, что успех во взаимодействии всех ведомств и служб. Субтитры создавал DimaTorzok